В работе у художника Людмилы Высоцкой янтарная карта Калининградской области. Но получится ли ее продать, мастер не знает. Янтарь это такой продукт, который как пирожки покупать не будут. А когда пришла пандемия, люди стали думать о хлебе насущном. Художников по янтарю в Калининградской области сотни. Из-за пандемии все они лишились заработка. Поддержка от государства им не положена. Такой категории ИП, предпринимателей, кто не имеет работников, это понятно, что никакой нет помощи. Численность работников должна быть до 12 человек, а я работаю одна. Без дохода остались продавцы сувениров и украшений. В прошлые годы в летний сезон им и присесть было некогда. Сейчас дневная выручка, как правило, нулевая. Многие магазины после карантина не открылись вовсе. В помощи от государства продавцам отказано. Сфера торговли, пострадавшей от пандемии, не считается. Я, например, два раза подавала. Один раз, потом думаю, ну мало ли, вдруг люди не поняли. Обратились к юристу. Юрист нам составил все правильно, но, однако, нет. Компания «Сувениры Балтики» – один из самых крупных в регионе производителей янтарных изделий. В штате 36 человек. Половина коллектива с апреля в отпуске без содержания. Склад ломится от непроданного товара. Обещанный президентом помощи компания тоже не получила. Налоги и аренду торговых площадей за период самоизоляции пришлось оплатить полностью. Получили договор за апрель, за май и за июнь заплатить аренду, за апрель, за май и за июнь заплатить коммунальные платежи. Все попытки разъяснить, что мы же там не сидели, мы не работали, мы были закрыты, ответ был один. Читайте постановление президента, это были каникулы. Помощь янтарщикам обещает правительство Калининградской области. Крупным предприятиям в виде стопроцентной оплаты аренды павильонов на отраслевых выставках, которые все еще планируются в этом году. Небольшим производством и индивидуальным предпринимателям в виде региональной субсидии или льготного кредита. У кого работников нет, есть региональная субсидия до 100 тысяч рублей. Есть мероприятия, которые связаны с предоставлением льготного финансирования по линии Центра поддержки предпринимательства. Это программы льготного микрофинансирования. Но брать кредит даже на льготных условиях индивидуальные предприниматели не решаются. Получить субсидию в 100 тысяч удалось единицам. Выход представители отрасли видят только в том, чтобы их приравняли к туристической сфере. Ведь янтарная промышленность работает в основном на гостей региона. А туризм правительства страны внесло в список пострадавших от пандемии отраслей. Жанна Меллер, Наталья Красакова, Калининград, ОТР.